Находимся на борту Аэробус А320, 2 января 2020 года, периметива минус 2, снежок идет. Новогодняя погода за окном, будет 9.30, лететь 2 часа 55 минут, что-то говорит, это тоже погода примерно такая же, даже чуть холоднее, минус 5 градусов. Сейчас, но днем будет до плюс 4, где-то, что-то говорит, заберем машину и едем в минус 2,5 часа примерно, в туристическом режиме. А320 это новая модификация с увеличенным пространством для ног. При моих метрах 90 сантиметров все время была проблема, что ноги будут упираться перед настоящим креслом. сейчас все нормально, у меня места хватает, могу спокойно двигаться. двигаемся потихоньку ко взлетке. перед ней предстоит нам еще проехать через противолетную обработку. подвижные части самолета. специальную жидкость нанесут на подвижные части самолета. на крылья и на створки люков уборки шасси, для того, чтобы при взлете все двигалось как можно, все эти подвижные части. естественно, во время взлета все это быстро светит, вся эта жижа, но в принципе, достаточно это только для, грубо говоря, для отрыва с земли. Далее уже, когда мы поднимемся выше облаков, там уже никаких осадков не будет. будет светить яркое солнце. ну и собственно говоря, полетеневать просто нет чего. Шереметьево, конечно, стал огромным. в основном F. вот уже самолет обрабатывают. сейчас мы доедем до нашего места обработки. на СПОКОМОН. газ, на СПОКОМОН. в основном ФДОКОМОН. отеля на СПОКОМОН. в основном федер vocês что-то подnemис. Двигаемся уже на взлет, самолет задерживается где-то минут на 40 Вполне возможно, что из-за погодных условий, потому что посадили нас вовремя Посадка началась вовремя Но из-за погодных условий, большого количества пассажиров случается иногда и задержка Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Получили машину, едем в сторону Мюнхена, какая-то тут пробочка образовалась на автобане, пока непонятно из-за чего, что-то все притормаживают. Продолжение следует... Здесь много больших размеров. Вообще непривычно таким кустым видеть. Мюнхен. Это понедельник, 9.30 утра. Хоть в Мюнхене нет проблем с парковкой, очень много крытых подземных паркингов. Стоимость везде, как правило, 2-3 евро за час. Либо 20 евро от 8 часов и сутки. 8 часов 20 евро, сутки тоже 20 евро. Но все-таки советую по центру Мюнхена передвигаться на общественном транспорте, на метро. Вот, например, сюда. Чтобы попасть, вам нужно доехать до станции Мариенблац. Солнечную погоду еще ни разу не было в Мюнхене. Все время пасмурно. Солнечную погоду со всеми другими красками играет город. Это главная ратуша города Мюнхен. Мы всей Баварии. Бавария Мюнхене Ратуша тоже есть. Общий ПИД. Особенно на всех интересных мероприятиях. Есть меню на разных языках, немецкий, французский, английско-американский, итальянский, португальский, испанский, японский, корейский. Странно, что нет китайского, я так понимаю, что это не специально для раздачи, так выглядит внутренний двор, ратуш. Здесь на тему Рождества, экспозиция. Вот выход из метро, станция называется Мариенплац, то есть площадь Марии, как вы можете догадаться. Совсем недалеко отсюда находится Хобрый Хаус, но я, если честно, его вам не рекомендую. Ну, как бы сходить туда стоит, просто посмотреть на атмосферу, то есть это нескончаемый Октоберфест, то есть каждый день с 10 до 24.00. То есть если у вас нет возможности побывать на Октоберфесте, то некое подобие можно увидеть здесь каждый день в Хобрый Хаусе. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 такая вот тут интересная экспозиция на новогоднюю рождественскую тематику на фасаде одного из торговых центров отличный магазин находится в центре мюнхена на площади мариэн плац пятиэтажный торговый центр кауф-хоу в галерея одежда продукты одежда разных марок брендов размеров обувь кожаные изделия различные поэтому крайне рекомендую всем кому нужно что-то прикупить цены здесь конечно повыше чем могут лейте но тем не менее уже приемлемо народу сегодня гораздо больше чем вчера потому что вчера все магазины были закрыты в связи с тем что вчера был выходной государственной в баварии дождик в районе пяти градусов в принципе в целом приятно дождик не сильный так что все терпимо магазинов здесь различных очень много но любой вкус кошелек любую потребность также в этом магазине хермер также и в торговом центре кауф-хоу галерея возможно получить текст-фри прямо в городе да то есть вам не нужно будет на таможне все это показывать там получать деньги можно все получить здесь но для этого вам нужен паспорт оригинал ну либо можете точно так же взять получить на таможню напротив хермера такая вот парковка есть 3 евро час здесь стоит буквально в двух минутах буквально в двух минутах ходьбы для парковки расположен саму лазин хермер так площадь марии в мюнхене выглядит в темное время суток народ здесь есть народ есть гуляет отдыхает выше 100 все-таки туристы это напоминаю ратуша главное мюнхен по-своему красив любой время года конечно же мюнхен невозможно обойти за день даже за пару дней город огромный с большим количеством достопримечательностей большим количеством интересных мест которые стоит посетить в зависимости от ваших интересов от ваших увлечений в мюнхене отличный зоопарк музей бмв различные исторические музеи галереи все-таки я хотел бы вам показать мюнхен и баварию своими глазами вполне возможно что при планировании своего маршрута и своей поездки что-то вы возьмете из моих видео что-то из других что-то добавите сами на свое усмотрение на мой взгляд это будет крайне правильным решением но есть в мюнхене одно место которое я вам не мог не показать это стадион команды мюнхенская бавария который я симпатизирую уже не первых десяток лет и при каждой возможности попадая в мюнхен я стараюсь зайти либо в магазин либо конечно на стадион мюнхенской баварии естественно свободного доступа на трибуны и поле трибунное помещение на стадионе нет но ежедневно проходят экскурсии на разных языках на английском немецком с расписанием вы можете ознакомиться на сайте команды бавария мюнхен экскурсия достаточно короткая но показывает трибунное помещение в раздевалку даже у вас запустят и мюнхенской баварии и гостевой команды на самом деле на стадионе играет две команды это мюнхенская бавария и мюнхен 1860 но естественно основной командой для этого стадиона является мюнхенская бавария и во время матча стадион этот подсвечивается то есть он сделан из светящихся панелей обшивка самого стадиона сделан из светящихся панелей и в зависимости от команды которая играет на стадионе в этот момент соответствующая подсветка загорается если это бавария то это красного цвета подсветка а если мюнхен 1860 то соответственно синяя подсветка по соответствию клубным цветам также на стадионе есть главный музей баварии очень много интересных экспонатов собрано за всю историю существования клуба и выступления клуба в различных турнирах как внутренних немецких так и европейских также есть аллея звезд в данном музее где представлены звезды с автографами самых знаменитых самых известных игроков которые наибольший вклад в развитие клуба внесли в общем на мой взгляд стадион мюнхенской баварии как и музей так и центральный магазин мюнхенской баварии который на стадионе также находится обязательны к посещению если вы приехали в Мюнхен ёлмхен почему они они